Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаем наше путешествие по книге Тегидин. Псалом номер 9. Очень хотелось успеть на этой неделе, потому что он имеет отношение к раздвижению моря. Очень мистический псалом, связанный с именами Всевышнего. Давайте сосредоточимся, поехали. Первое, что говорится в древних книгах об этом псалме, если тебя кто-то ненавидит и очень активно, читай этот псалом, чтобы он как бы успокоился немножко. Это очень помогает. Вообще, первое имя, которое есть, это Игея Шар-Иге. Буду, который Буду, который сказал, когда Маше спросил, что я скажу, под каким именем Бога. Вот это имя назвал Бог. Это имя зашифровано в этой главе, и поэтому очень-очень сильный благодаря этому именю псалом. Написано, что когда что-то болит, надо написать на октафе вот такой кусочек, который пишут такой же, как Тору. Ну, пергамент, если можно так сказать. И написать этот псалом, и написать заслугу выздоровления такого-то, и носить с собой, это очень помогает. В наше время это сложно, поэтому простое чтение этого псалма ежедневно много раз, оно помогает против болезней. То же самое, ребенок, если много плачет, напишите вот так вот этот псаломчик, положите ему там, где он, в кроватку. Это очень помогает. Или читайте над ним этот псалом, если восьмой не помог. Есть совсем экзотический, на этом псалме, в древних книгах написано, если ты с кем-то очень дружил, и теперь хочешь помириться, или чтобы он тебе не доставлял проблем, иди на реку или на море, три раза читай этот псалом, держа в горсти, так сказать, воду, потом эту воду во что-то налей, поставь возле его двери, это помогает этому человеку открыть для тебя сердце. Есть еще об этом псалме разговор, что если у тебя есть партнер или работник, который ты не хочешь, чтобы он ушел, ты не хочешь, чтобы он с тобой дольше работал, чтобы он был честный по отношению к тебе, и читай это каждый день утром, и это очень помогает. Вообще, я уже сказал, если ребенок плачет, читает этот псалом, настоящий мир, который мы видим, почему мы говорим какие-то имена Всевышнего, какие-то ангелы, настоящий мир находится на шаг дальше. То, что мы называем ангелами, то, что мы называем именами, это и есть реальность управления мира. А мы видим такую полуиллюзию. Например, многие знают слова «Торы не хлебом единым, жив человек». Однако, немногие знают продолжение о всем исходящем из уст Господа жив человек. И в этих словах закодировано написали систему управления жизнью на Земле. Всевышний источник всех сил, и не только сил роста. Таким образом, управление происходит по такой системе. Указание Всевышнего, ангелы, созвездия, звезда или планета и объект воздействия «мы». У каждого ангела, у каждого космического объекта есть имя, которое связано с какими-то функциями влияния. Например, что было до потопа. Люди, которые жили до потопа, извратили свои пути. Всевышний изменил влияние, написано, созвездие Плеяды, Кима. И взял из этого созвездия две святые и начался потоп. Там холод Плеяд спасает от жрариона. Фараоны и жрецы Древнего Египта знали устройство мира, имена ангелов, планет, и использовали их с помощью для колдовства. Поэтому написано в Талмуде, что 10 частей колдовства спустилось в мир, 9 из них взял Египет. Теперь мы используем это все и говорим об этом в положительном плане. Например, Тегелим. 9 Тегелим. 11 Пасух. Будут полагаться на тебя, знающие имя твое, ибо ты не оставляешь ищущих тебя. Закодировал Давид Амелых в этом псалме 8 из 72 имен Ашема. Оно скрыто в трех пасухах Торы, описывающих переход евреев по морю. И это имя Тав Кав Хэй. Это имя обладает великой силой спасения от врагов, которые пытаются тебе навредить. Поэтому чтение этого псалма очень помогает от врагов. Чтение псалма с каваной на это имя, то есть с намерением видев это имя, это сгулат для защиты от врага, это спасающее имя, сила которого помогает выйти из поднета. Мудрецы назвали это имя Такэс, с ивритой это Бити. Что еще сказать? Написано в древних источниках, что этот псалом читают вообще в сложных жизненных ситуациях. Его читают для уничтожения негативных влияний, которые вы чувствуете вокруг себя, когда какая-то некомфортность. Сильный мистический псалом. Ну вот в двух словах, буквально в двух словах о том великом псалме, который мы только что разбирали. Брахава от слоха, будем стараться дальше идти.